Красивый люксембургский флаг, очень клево так развивается, как-то работал я под флагом Люксембурга и вот наконец-то я добрался в сам Люксембург. Да, здесь конечно эти все смотровые площадочки с видом на замки. Ух ты, какая башня, вот куда мы точно сейчас поедем. Давно Кристиана Алабутена мы не видели. Ну и что у нас по тапкам? Подошва красная, ну конечно же. Оригинал. Оригинал. Что по ценам? 2000 евро. Тапки. А босоножки вот эти вот красивые. А это точно Луи Виттон? Ну конечно же, остановитесь на картоночку, меряйте, я вас сейчас ширмочкой закрою. Вот очередь в Луи Виттон. Ааа, Диор вообще бомба. Ну и конечно же, Луиска Виттон знал где основать свой магазинчик, прямо возле Дикой Ленц. Ну такой без пафоса истерики, очень даже простенький по сравнению с сингапурским, конечно, Луиской. Он довольно-таки простой. И эта камера все равно не передаст этой красоты. Луи Виттон горит. А там вдалеке колесо. И вот наш отель. Наш отель вверху вон светится. Ой, какая красота. Кортье. Приумф Кортье. Так, а где его знаменитый гвоздь? Гвозди есть? Ну в этой витрине гвоздей кортьешных нет. Часы, сережки, кольца. А нет, без гвоздя не обходится. Как же без гвоздя кортьешного? Вот он. Конечно же он здесь. 14100 евро. Пум. Такой вот магазинчик с фруктами. Почем клубника? Клубника 7,95. Абрикос тоже 7,95. Персик 9,95. Черешня. Черешня 17,95. Такой камерный городишко. Ну в принципе, как и камерная страна. Идем смотреть достопримечательности дальше. Мы ждем автобуса. Он вот в минуте от нашего отеля. 221 автобус нас будет везти в город. Вот. Вот остановочка. Сегодня пасмурно. Взяли зонтик. Ну вот люди вон даже в платьях и в шортах. То есть в принципе не холодно. Вот наш парк-отель. А вот и наш 221 автобус. Ну что, 10 минут и мы в центре. Первая такая маленькая церковь. Здесь как-то так все тихо заморожено после шумного Мадрида. О, наверное, вот здесь мы сейчас сядем, выпьем кофе. Потому что как-то давление сегодня на нас действует немножко не в лучшую сторону. Вот такая малюсенькая церковь. Попьем кофе, пойдем посмотрим. Еще один интересный экспириенс. Вот так вот выглядит церковь Святого Альфонса в Люксембурге. Закрытая на ремонт. Очень смешно. Вот такая вот диванная дверь, как в рисовке, да, в коммуналку. Раз, а тут еще одна. Еще одна дверь. Очень интересно это все выглядит. И что интересно? Еще одна интересная. Тут прям куча интересного в Люксембурге. Успели? Да, не успели проснуться. В общем, в кафе никто не хочет с тобой даже на ломанный переходить английский язык. Вот такая же ситуация в Германии, в Австрии. Хорошо, что здесь говорят на французском. И мы, в принципе, с Дашей понимаем. Немножко, да, и немножко говорим. Поэтому, поэтому, как бы, проблем это не составляет. Но сам факт. То есть, если в Португалии, в Испании, везде с тобой говорили на английском, по крайней мере, пытались. И даже в некоторых случаях на кассе женщина, пожелая, извинялась, что извините, у меня английский не настолько хорош. И все равно она, ну, пыталась поговорить с нами, как с клиентами. То здесь, три официантки и, в общем, женщина на, ну, как бы, за прилавком, там, где мы покупали кофе, пирожные. В общем, ты им говоришь по-английски, пытаешься что-то узнать, оплатить. Как говорится, реакции ноль. Она продолжает с тобой говорить на французском языке. Театр Капуцинов. Вот такой, наверное, кафешка. Вот. Люксембург. Просто такой вообще. Такая тишина. Ну, в принципе, что ожидать. От Люксембурга. Вот. Мы тут тоже на таком довольно-таки чиле. Потому что у нас хотим немножко отдохнуть в спа, в бассейне. Мы сейчас буквально на несколько часов выехали в город. Тут все настолько малюсенькое. Памятник Дику и Ленц. Историю этого парня и девушки мы не знаем. Но парень с каким-то молотком. Видать, все было у них не очень просто в жизни. Мини-фонтанчик такой. Вот. 1903 года. Дикий Ленц. Красота. Красивая архитектура. В принципе, как для... Для такой полусеверной Европы. Очень милые улочки. Вымощенные плиткой. О, Сандра. Ну, конечно. Симпатичный городок. Но какой-то тихий-тихий. Все так тихо-тихо. Чи, таковая красота. Видите, такой злобный пес. Так, пойдем сейчас на площадь Гийома. Я думаю, здесь за один день саму столицу можно обойти. Увидеть все красоты. Эрмэ. Тудун. Вот. Ой, красивый люксембургский флаг развивается. Обалдеть. Красивые дома. И очень радует, что они такие непошарпанные. Ну, я не имею в виду Гуччи. А вообще, все, что выше первого этажа. Потому что обычно магазины свои фасады и витрины, конечно же, украшают. Обалденный флаг. И вот сейчас мы пойдем вот на вот это чудо. Я не знал, что оно здесь есть. На крутящуюся панораму. И тогда весь город. Это все находится возле Золотой Дамы. Обалдеть. Как же красиво. С этой панорамной площадки можно увидеть весь Люксембург. Ага. Вот и мост Адольфа. Здесь все настолько, все близко. Хотя нужно будет еще определиться, этот мост Адольфа или вон тот мост Адольфа. Потому что только мост Шарлотты Великой отличается. Он железный. А эти красивые такие мосты. Панорама открывается неописуемая отсюда. Вот такой вот красивый парк. Ну и этот флаг обалденный. Это, наверное, дворец Герцога, хотя я не уверен. Красивая панорама города. И вот сейчас мы вот туда залезем. Вот он едет вниз. Возле флага. Билет стоит 8 евро. И мы сейчас на это чудо поднимемся. Я обожаю все вот эти скайлайнеры. Как и в Сингапуре. А, дворец. Прикольный парк. Ой, в этот дворец нужно будет зайти. Не знаю, что это за собор. Еще посмотрим. Ну, картинка красочная. Картинка радует. Несмотря на отсутствие солнышка. И вот памятник Золотой Даме. Симпатичный парк такой. Вот с таким вот домиком, в котором кафешка. Но мне понравился вот этот дом. С единорогом. Наверху. Не могу увеличить. Пакет держу. Единорога увеличишь. Поголоченный такой. Единорог. Умирает. Полностью. А внизу магазин оранж. Красивое здание вот это. Только непонятно. Написано 778, какого жена года. Но очень прикольно. С красивой кафешкой. Какой жена. КОНЕРГА. 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 Продолжение следует...